привет сегодня будет видео болтание за вязание так вот давно не вязала потому что завели котика с тех пор не вязала месяц примерно вот сейчас он спит и вечером у меня активны и он еще не знает что у меня есть вязание могу себе вообразить что будет когда он это видит при нем конечно будет просто невозможно вязать абсолютно точно потому что у меня и порвет и вытянет петли и просто все это изволяет по полу так что сейчас наслаждаюсь вот я месяц не вязала сейчас просто как будто бы глоток воздуха вот сразу еще больше успокаиваешься те кто вяжет меня поймут это конечно медитации это можно понять только в это вяжешь не описать словами я нашла очень интересный вязальный канал внизу оставлю ссылку тогда ама живет я так поняла германии и у нее очень стильные все вещи которые она вяжет ну кроме всего прочего она там свой огород показывает и рассказывает подробно как вязать близко макросъемки показывает как набирать рисунок в общем все очень доступно так про котика это первое в моей жизни котик поэтому опыта не совсем не было и 1 10 дней было нелегко потому что нужно было убрать квартиру так как раньше я не так часто убирала это в принципе стало плюсом потому что самые дальние углы иначе я бы не залезла убирать если бы не котик сейчас пока еще у него есть привычка забираться по одежде на плечо снизу если одежда тонкая то он может царапать ну может быть это проблема идет когда мы подстрижем ногти я еще боюсь я не умею мы купили ножницы но я еще не стригла ни разу может быть тогда он не будет царапаться но если одежда такая по которой и он забираешь может ее деформировать это тоже не очень хорошо но когда я делаю что-то на кухне он любопытствует и он хочет сидеть у меня на плече и смотреть может быть он хочет прыгнуть с плеча на стол мы пока что удовольствуется тем что он наблюдает что я делаю но я так не могу стоять боюсь что он упадет и я тогда приходится мне сми некогда с ним играть одной рукой его держать на руках а второй рукой сделать что-то на кухне то что я делала в общем это все неэффективно пока поэтому он отнимает конечно время но дает много конечно и радостью это активно в первой половине дня часом спит вечером долго спит а потом когда все ложатся он хочет играть но надо сказать что когда все ложатся и даже если он хочет играть он недолго это делает он потом сама укладывается то есть вот именно эта порода как пишет бирма она подстраивается под человека то есть он не беспокоит он не будет он днем может мяукать когда он хочет играть ночью он не мяукает когда все святого он хочет играть то есть он никаким образом в этом смысле не напрягает так что касается вещей которые мы для него купили игрушки все подошли например мышка рыбка с пером это все он использует а вот например мы купали очень удобно и на мой взгляд мягкую кроватку потом покажу он вообще в нее ни разу не зашел а то я его туда ставила он сразу же выпрыгивает то есть нам говорили знакомое что один код одно кроватку или спальное место предпочитает другое другое у всех по разному только мне непонятно как это знает заранее не будешь же с котом приходите и класть его в магазине во все эти кроватки это мне не понятно допустим какая-то корзинка у нас есть которая вообще использовалась точно не для кота не предназначалась он в ней лежит или например тазик в котором стирать он в нем лежит в кроватке в мягкой в красивый он не ли не хочет спать очень странное дело насчет корма подаем ему этот важный сухой влажный пакетик утром когда съесть тогда кладем сухой и воду ставим это понятно покажу потом и кроватку и корм кожу расчески которые мы купили и ножницы причесываться он не любит нужно его расчесывать два раза в неделю у меня получается реже потому что он до сих пор не дал до всех мест расческой добраться и как всегда это нервничает и как-то не очень хочется но надо его все-таки каким-то образом причесывать может быть он привыкнет потому что если не причесывать то видно такие сразу складочки отдельно сложившейся такой шерсти которая может сваляться наверное если вообще не расчесывать то есть вот например стричь когти нам сказали по одной лапе это врач когда мы прививку делали чтобы не было у него стресса по одной лапе вот наверное надо и причесывать также то одну часть тела то другую также он играет с картонными коробочками маленькими но например вот авокадо от каких-то у меня были такие пакеты для упаковки еды он или посылку я формировала и он кусает эту коробку а большого коробку у нас есть свободно из под его этой стенке или как-то назвать такой установки по которой он прыгает наверх большая коробка я думал там будет прятаться нет она его не устроила не заинтересовала потом фольга свернутая мячик такой он не играет а вот резиновые мячики нет не хочет бумажный самолетик нашел под холодильником достал и играет то есть надо потом все что шуршит вот как маленький ребенок ты каждый раз пытаешься что-то новое дать потому что каждый день что-то нужно чтобы его новая развлекала вот уже вчера не знала что ему дать кинула фартук который шуршит из такой ткани как типа как зонтик и он с этим фартуком целых полчаса провозился очень смешно вот такой мы купили расческу вот такого расческа и вот такой домик уютный мягкий даже красивый напоминающий обивку дивана не хочет ни в каком вот он так с таким запахом удобно входить в общем куплено зря до этого он забрался на сушилку белья дрыхнет здесь вот такую рыбку купили для котика вот такой шарик он с ним не играет такой мышкой он играет какие гранулы для туалета такой коврик который стоит перед кошачьим туалетом сам туалет то есть вот он большой не как для котенка уже для взрослого кота что два раза не покупать и в эти ячейки вот двойной слой вот такой в эти ячейки проваливаются вот эти гранулы тут еще была такая крышка крышку мы сняли потому что он никак не мог понять какие пользуются вот она туда-сюда может когда вырастет в принципе от нее нет толка потому что запаха и так нет если бы он был через эти щели выходил бы все равно бы запах здесь еще был поролон но он его пытался вытаскивать мы его сняли и вот лопатка для кошачьего туалета посмотрим как он выпрыгнет вот все равно некоторые гранулки остаются на паркете да но все-таки большая часть здесь застревает важный корм вот такой такой сухой кусту мы купили чтобы кот по ней забирался и ногти свои точил и тут есть домик и вот с домиком у нас всегда такая задача нерешенная тоже в домике он в этом спать не хочет все такой уютный домик и он ватри нерешеное но Продолжение следует...